Привет, друзья! 27 марта 2020 года. Хочу очередной раз напомнить о том, что семена на стратификации надо проверять. Это у меня лежат на стратификации семена кедрового склонника. Я их положил на стратификацию в начале февраля, потому что по справочнику стратификация кедрового склонника длится 4-5 месяцев, февраль, март, апрель, май, чтобы к маю и июню они у меня проросли. Но не все семена хотят сертифицироваться так долго. Обязательно среди семян найдутся такие, которым не втерпишь. Это нормально. Поэтому через два месяца я кедровый склонник, например, начинаю проверять. И сегодня при очередной проверке я уже нашел вот такого выскочку. Он не захотел ждать 4 месяца, а решил прорасти через два. Сейчас я его высажу, а остальные уберу опять на стратификацию. Как провести стратификацию крупных семян есть видео на канале. Горшок наполнен верховым тортом, хорошо проливаю, чтобы торт напитался влагой и осел, пока снизу не пойдет вода. Протыкаю отверстие под корешок. Максимально аккуратно вставляю туда этот корень. Придерживаю семечко, хорошо еще раз поливаю, чтобы земля пристала к корешку. Получается вот так. Корешок заглублен, корневая шейка практически на поверхности. Все будет нормально. Сейчас благодаря теплой погоде я уже спокойно могу выставить этот горшок на лоджию, где этот кедреныш будет расти. Если погода не позволяет выставить на лоджию при естественной влажности, обязательно накрыл бы пол-литровым стаканом, чтобы создать влажность и чтобы мой кедреныш не высох. Вот и все, о чем я хотел рассказать в этом видео. Не забывайте проверять семена, которые лежат у вас на сертификации. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Ведите еще много интересного.